Почему выбрали нас? Так. Я не умею разблокировать телефон. А мой палец? Он раньше подходил, а сейчас не подходит. Почему мой палец не подходит? Всем привет! Я Алёна, это Алексей, мой муж. Мы сыграли свадьбу 26 августа 2018 года. Я с Катей познакомилась ещё 3, уже получается 4 года назад, как исполнитель, расписывала фотозоны, задники для свадьб. В общем, работала как художник на Make a Wish. И, естественно, уже на этом этапе было понятно, кто организует нашу свадьбу по любому, в любом раскладе. И, конечно, не просто потому, что нас свела судьба с Катюшей, а потому что за все те годы, которые я работала с ней вместе, я успела насмотреться на работы конкурентов, на работы Make a Wish и настолько вдохновиться, настолько впечатлиться тем, что Катя делает, насколько в каждой детали отображена история пары, насколько всё это невообразимо круто, то есть настолько, что это нельзя найти нигде в интернете, какие-то даже картинки того, что реализовываются на свадьбах. Загадать желание — это сразу было предопределено, что наша свадьба будет организовывать Катя. И предложение же тоже Катя помогала тебе. И предложение, которое мне Лёша сделал, под водой в океанаре мне тоже нам помогла организовать Катюша. И эти два события, наверное, сегодня до сих пор в моей жизни самые яркие, самые запоминающиеся, которые я никогда не забуду. Не знаю, что эмоционально может переплюнуть в принципе то, что до сих пор во мне будоражит, что когда я вспоминаю свадьбу, это очень-очень классно. И кажется, что это было, ну, там, может быть, 3-4 месяца назад, потому что до сих пор вспоминая, такие эмоции яркие всплывают, вспоминаются, хотя это уже было больше года назад. Продолжение следует... Подготовка была у нас... Это было достаточно долгое, мы готовились больше полугода. И сразу было понятно, что эта тематика будет связана с дайвингом, потому что мы с Лёшей познакомились на дайвинге, и предложение руки и сердца было сделано под водой, потому что мы познакомились на дайвинге. И я уже настолько всего насмотрелась, что должно было быть ещё круче, чем всё, что я видела. Для меня лично, поэтому предполагалось, что по декору, как минимум, свадьба должна быть мега вау. И по программе вообще не хотелось ничего банального. Хотелось всех самых классных, самых крутых исполнителей. И всё это получилось, всё это прям связалось воедино. И очень классно получилось. Мы на 100% довольны тем, как прошла наша свадьба. Вообще все довольны, мне кажется, как прошла наша свадьба. Все родственники, гости, знакомые, мне кажется, даже все подрядчики довольны тем, как прошла наша свадьба. И даже на протяжении полугода после нашей свадьбы наши друзья и знакомые обсуждали нашу свадьбу со своими друзьями. То есть друзья друзей, которых мы не знаем, тоже восхищены тем, как всё прошло. То есть настолько это эмоционально всех зарядило, что, я думаю, и до сих пор, вспоминая, пересматривая фотографии, пересматривая видео самим или с друзьями, все очень-очень тепло и ярко, радостно вспоминают этот день. Я вообще, как всегда, чуть ли не до слёз. Так что это просто 200% попадание в то, что я хотела, и думаю, что мы хотели. Лёша более спокойна просто в этом плане. Но я в восторге, то есть всё было намного-намного лучше, чем я могла себе представить, а я представляла себе просто мега по максимуму. Что бы ты посоветовал паре, который сейчас готовится к свадьбе? Женихам. Не лезть в это дело. Не лезть. Лёша советует мужикам не лезть в это дело. Это правда, наверное, девчачья. Я бы посоветовала фантазировать максимально, попытаться реализовать в свадьбе то, о чём вы мечтали с детства. Не знаю, всё, что угодно, всё, что вызывает вас восторг. Всё, что даже не вмещается в свадебный контекст, обязательно сделайте это, потому что, мне кажется, нет лучшего дня для того, чтобы реализовать такие свои мечты, всё это попробовать, испытать, всё это пережить со своими друзьями и родственниками, потом долгие годы вспоминать о том, насколько круто, невероятно, необычно вы этот день провели. И это мега эмоции вызывает, просто супер-мега эмоции. И ещё я пожелаю парам, которые сейчас готовятся к свадьбе, не скупиться в том плане, что всегда, всегда, мне кажется, всем, кто готовится к свадьбе, мне хватает на что-то денег, на какие-то задумки, на какие-то пожелания. Но, я думаю, всё равно лучше реализовать свои мечты, чем пожалеть денег, а потом жалеть о том, что на вашей свадьбе не была какая-то классная кавер-группа, или не исполнилась какая-то ваша мечта об оформлении, о каких-то организационных моментах, о конкурсах, о том, что происходит, чтобы вы обязательно, чтобы не деньги были причиной для вас отказа от каких-то идей. Я считаю, что нанимать свадебного организатора обязательно стоит, просто обязательно, потому что вы не сможете расслабиться в свадебный день, свой самый важный день, когда каждая клеточка вашего тела должна быть пронизана любовью, потому что вокруг вас родственники, друзья, любимый человек. Вы не сможете отдохнуть, расслабиться и включиться в этот день, если вас будут постоянно отвлекать на что-то. То есть это касательно именно свадебного дня, да, когда меня вывел из равновесия один единственный даже с утра звонок одного из моих родственников, который не мог добраться до места проведения мероприятия, потому что я просто вовремя не выключила телефон, я знала, что нужно было сразу его отрубить. Вот, то есть я такая вся готовлюсь, все такое воздушными, прекрасными, и этот родственник говорит, что, блин, когда ехать туда-сюда, меня это одно выбило. Да, то есть если было бы что-то еще, я уверена, что этот день принес бы мне столько радости и счастья, сколько принес бы. А в процессе подготовки тоже, конечно, естественно, нужен профессионал, потому что я не могу себе представить, как без организатора все реализовать настолько круто и слаженно и красиво и эмоционально, на это просто не хватит ни времени, ни знаний, ни энергии. Это все очень сложно, и действительно качественно это может сделать только профессионал, я считаю. Поэтому обязательно 100% уберите себе организатора, это поможет вам пережить этот день свадебный именно так, как вы его себе представляете в самых лучших мечтах. А если организатора не взять, то, скорее всего, ваша мечта не исполнится. Вот, я так думаю. Продолжение следует...